Привет! Меня зовут Максим и вы на канале КВТ. Сегодня речь пойдет об инструменте для прессовки кабеля передачи высокочастотных сигналов. Многие догадались, что речь идет именно о коаксиальном кабеле, а точнее о способе его подключения. Представляю вашему вниманию набор HT330 для самых популярных разъемов для данного кабеля. Обо всем подробно прямо сейчас, так что не будем тянуть время. Поехали! С коаксиальным кабелем сталкивался каждый, кто когда-нибудь подключал антенну к телевизору. Он состоит из центрального проводника, внешнего экрана, разделенных между собой диэлектрическим слоем. Такая конструкция позволяет передавать сигнал с минимальными потерями и искажениями. Применяется в антенных системах, системах видеонаблюдения, вещательных системах, в общем там, где нужно получить максимально чистый сигнал. Ну что, с кабелем познакомились, теперь пришла пора познакомиться непосредственно с нашим инструментом. Набор HT330 содержит в себе пресс-клещи, а также 5 матриц для таких разъемов, как SMA, N-типа, TNC, BNC, FME и UHF. Это самые распространенные в России разъемы для опрессовки коаксиального кабеля. Данные с пресс-клещи оснащены храповым механизмом, а это значит, что инструмент профессиональный. У вас не получится пережать или не дожать разъем, так как процесс опрессовки контролируется. Пока опрессовка не будет завершена, рукоятки не вернутся в исходное положение. А если у вас возникли проблемы при опрессовке, вы перепутали матрицы или вставили разъем не в то гнездо, то между рукояток есть рычаг разблокировки храпового механизма. Также на корпусе есть регулятор прижимного усилия. Уже с завода он настроен на оптимальное усилие сжатия. Но если вдруг после многократного использования вы почувствовали, что пружинка в инструменте ослабла, то можно подтянуть или ослабить ее. Откручиваем фиксирующий винт и выкручиваем звездочку на плюс или на минус. На плюс, это соответственно мы ее подтягиваем, на минус ослабляем. Также рабочая голова имеет изгиб, чтобы при работе снять лишнее напряжение с кисти руки. Все матрицы разработаны и изготовлены с высокой точностью, чтобы получить не только оптимальный усилий на разрыв, но и эстетичный внешний вид. Матрицы имеют гексагональный или как по-другому называют шестигранный тип опрессовки. Матрица подбирается под диаметр обжимной гильзы разъема. Также в инструкции по эксплуатации можно посмотреть таблицу, где указано с каким типом кабеля и разъема работает каждая матрица. Посмотрим на пресс-клещи в деле и опрессуем разъем SMA на кабель RG58. Перед разделкой кабеля не забудьте надеть на него обжимную гильзу. И для герметичности мы будем использовать клеевую термосажевую трубку ТТК. При разделке кабеля некоторые монтажники используют канцелярский нож. У нас для этого есть специальный инструмент – стрипер КС-332. В комплекте есть шестигранный ключ, который регулирует длину вылета ножей. Один нож срезает внешнюю оболочку кабеля, а второй нож – диэлектрический слой до самой жилы. Вставляем кабель и прокручиваем 2-3 раза по часовой стрелке. Такой инструмент значительно экономит время при разделке кабеля. Для данного разъема нужно подрезать центральный проводник до 3 мм. Проволочный экран мы загибаем, а алюминиевый слой можно срезать. Теперь вставляем наш разъем, а внешний экран расправляем по втулке разъема. Затем надвигаем нашу гильзу. Для опрессовки мы будем использовать гнездо 213. А для герметичности усадим трубку ТТК с помощью горелки. Наше соединение готово. Сегодня на практике мы еще раз убедились, что с помощью профессионального инструмента наша работа становится гораздо проще и быстрее. А ведь человек проводит большую часть своего времени именно на работе. Так что есть над чем задуматься. На сегодня это все. Делитесь в комментариях своим впечатлением об инструменте. Подписывайтесь на наш канал. И будьте на связи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!